Привет, друзья и гости моего канала. Сегодня у нас гречка. Гречечка у нас сегодня. Две котлеты. Котлеты по-домашнему. Хотя в магазине Восход взяла. Очень хорошие котлеты. Домашние называется. По-домашнему написано. А гречечка я полила. В чём жарила котлеты? Знаете, что это очень вкусно. Помидорки. Помидорчики. Глянь, что-то я спешу. Помидорки. Я голодная, как собака. Помидорки с сачком здесь. Хлебушек поклеванный. И стакан воды. Ладно, стакан не буду показывать. Приятного аппетита. Время у нас, друзья, 16.45. Ой, гречка вкусная, вкусная. Пакетик. Ты глянь, ни с того ни с сего. Пакетик у Велка. Мне нравятся эти пакетики. Очень вкусные. Одна к одной рассыпается. Супер. Литр воды надо наливать и пакетик уложить. Вот этого у Велка варить. Ой, какая она вкусная. Да что ты, ты глянь. Ммм, какие котлеты вкусные. Вот такие. Ой, какие вкусные. Знаете, да? По-домашнему эти котлетки вкусные. И стоят они у нас 195 рублей. Но я не килограмм взяла. Я взяла 700 грамм. Ой, какой расслов вкусный. Ммм. Ну что? Была я в курятнике чистила. Вы знаете? Кто держит курей? Сейчас вам скажу. Скажу. Вы знаете, я вот когда... Это я уже сейчас другое скажу. Вы знаете, когда я гречку ем, я почему-то поперхаюсь. Вот не знаю почему. Она мне вот попадает куда-то вот в дыхалку. Вот эта гречка. Не знаю почему. Постоянно я ей поперхаюсь. Я не могу ее спокойно есть. В прошлом году... Не к столу сказано. Там, значит, они... Дело делали куры? И я, значит, слышал такое по интернету, что... Этого куриного помета, свежего, есть свойство перегорать. И он превращается в порошок. Каким образом? Байкал вот этот вот в пузырьках продается. Магазин, где удобрения, цветы, семена вот эти вот. И вот там бутыли продается Байкал. Жидкость. Я в прошлом году, весной, не стала это все вычищать, друзья. Все хорошенечко. В полторушке набирала вот этот Байкал, с водой разбавляла. И все это там шикало, опрыскивало. Опрыскивало, опрыскивало. И вот сейчас... Ой, котлета вкусная-вкусная. Супер. Вот такая котлета. Говяжья. Прям чувствуется говядину. Ну, вот, значит. И я сейчас верх-то сняла. Этого года верх сняла. Наверное, вот такой слой. А туда еще вот такой слой. Друзья, дальше-то я глубже копнула. А там прям, друзья, вот порошок, пудра. Вот прям берешь вот так вот лопатой. Он прям рассыпается. Вот пудра. Понимаете, Байкал во что превратил? Вот это куриное дело. Представляете, он сухой. Он под низом, сухой. Я удивилась. Думаю, глянь какая. И вот они и говорили. Какой-то там канал, я не помню. И вот они и говорили, что Байкал все это пережгет. Куриное это все хозяйство перегорит. И получится вот такая подстилка для курей. Зимой будет тепло. На самом деле, друзья, глянь. Нижний слой все это перегорело. И я прям вот так лопату беру. Она прям вот сухая. Прям вот так рассыпается. О, зимняя какая подстилка стала хорошая. Я так рада. Думаю, глянь, соломы-то не надо. Вот так. Такое волшебное средство. Байкал придумали. Вкусно как. Вы видите, у меня все обляпано, друзья. У меня сейчас и в глаз как ляпнет. У меня сейчас помидор упал. И представляете, а здесь сок. Как он мог соскочить? Как он у меня соскочив тарелку? Вот так вот все лицо у меня обдалось. Этим соком томатным. Ой, как защипал у меня глаз. А это такое, глянь. На низеньком расстоянии вся обрызгалась. Во как. Бывает, как говорят, еще пословица есть. Бывает хуже. Ну, кто сельские, кто держит куриц, птицу, они меня понимают. А кто смотрит вот в квартирах, живут, они этого и не знают. Скажут, какую-то хрень нам рассказывает. О, как это вкусное-вкусное. Да, друзья. Остаешься одна. В своем дворе дел выше крыши. Там рушится, там отломилось, там сломалось. Это вообще... Мы уже здесь 40 лет живем. Это вообще где-то 70 лет. Это вот кто в квартирах живёт, да? Ни кришу не чинить, ничего не надо. Ни огородов нет. Ни в сарае, ни в дверь там не сломалось. Ни крыша в сарае там не прохудилась, не течёт. У меня два сарая, друзья, и крыша в обоих течёт. Ну, у меня там никого нет в сарае, но уже всё. И они мне фактически, эти сарая два, они мне не нужны. Остаёшься вот так на старости лет, и они уже не нужны. Стоят, вот ветшают эти сараи. Так, и обетшает, и рухнет. Сын, он здесь жить не собирается. Он говорит, мам, я не собираюсь, говорит, там жить. Мне, говорит, этот двор не нужен. Вот так. Он мне говорит, продавай дом и купи, говорит, комнату, либо коммуналку. Я на перепутье, друзья. Не знаю, что делать. Посоветуйте. Что, у меня здесь никого не осталось, нету? Одна подруга была, она уехала. Ещё одна была подруга, она давно-давно разбилась на машине насмерть. Вот такая была подруга. Ой, мы с ней как сёстры были, не разлей вода, Лена. Она помоложе меня, год на четыре, наверное, была. А другая уехала в Болгоград. Здесь с мужем жила, разошлась. Ну, как-то они семейно стали жить как-то. Стали мы с ней дружить. Отдалились. У меня здесь вот одна. Понимаете? Одна тоже была подруга. Но она мне тоже помоложе. Вот. Семья, дети. Помоложе в рубцехе работала. Коллектив у нас замечательный был. Весело, шутки, смешки там. Там наржёмся, насмеёмся, домой прихожу, отдыхаю. После работы. Что я здесь одна? Ну, что я в городе куплю комнату? Или пацелёнку ту же? Там буду одна. Никакой разницы нет. Там забот меньше. Ни огородов, ни сарай не рушится. Голова не болит. Заплатила за коммуналку и всё. Я тоже самое здесь плачу. Электричество. Ну, летом, правда, я тут копеечки плачу. Потому что четырёхконфорная плита. Это вот в зиму печка. Печка там, форсунка у меня. Дом отапливается. Газовое у меня отопление. Зимой, да, наматывает побольше. И две, а то и три тысячи. Ну, сейчас зима-то тёплая. Ну, тысяча семьсот. Вот так, полторы наматываю. Наматываю. Когда две, а когда и... Вот эти вот морозяки были. А то и три наматывала. Ну, это один месяц был. Так что у меня две семьсот получилось. Один месяц был так. Морозы прям стояли. Так что я здесь коммуналку точно так же плачу. Что я там буду платить. Это самое... Здесь у меня выходит... Ну, свет у меня триста-четыреста выходит. А сейчас лампа в курятнике будет. Лампа у меня будет гореть. Инфракрасная. Она мотает хорошо. Обогревает сарай. Курочкам моим. Ну, они зимой фактически не несутся. Ну, там одна-две. В неделю, может. Яйцо. А энергия-то мотает. Вот так. Что я так буду платить? Почти такую же сумму. Ну, вообще, жиги там что? Или в коммуналке. Подселенка. Эти же деньги я буду платить. А что здесь? Так здесь, ого-го, у меня сколько заботы? Десять соток. Их надо обработать. Травой все зарастает. Боже мой, сколько здесь тут трудов. А силы уже истекают. Уже 60 на следующий год будет. Вот так. Друзья, посоветуйте мне, как мне быть. Может быть, действительно мне будет в комнате лучше жить. Те же помидорчики я пойду на рынке куплю. Там же всякие продаются. И подешевле, и подороже помидоры. Так же и огурчики. Кто-то подороже, кто-то подешевле продает. Хорошенькие огурчики. Стройненькие, ровненькие огурчики. Так они подороже. А какой побольше огурец? Потолще. Как бы. Не формат или как его называют. Не кондиция. Так они их подешевле продают. Господи, да на салат-то пойдет. Я так думаю. Друзья, посоветуйте. Кто с этим сталкивался? Продал домики? Купили себе в общежитии комнату? Или в подселенке комнату? Напишите. Конечно, я хочу продать. Но не знаю, что делать. Не знаю. В общем, черканите, друзья. Кто с этим столкнулся? Продал. Там комнату кто-то, может быть, купил. Или там. В общем, поняли, да? Спасибо, что побыли со мной, друзья. Я наелась от души. Но налолыкала. Я говорила, маленький будет ролик. Но вот такая тема у меня болезненная. Вот я решила с вами посоветоваться. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok